Общественная комиссия по отбору участников и контролю программы формирования современной городской среды провела свою первую встречу в этом году. В составе комиссии депутаты Думы, представители администрации, общественные палаты Артема, а также Общероссийского народного фронта. 31 января завершился прием заявок, затем состоялся отбор. Каждая заявка оценивалась по количеству набранных баллов. Главным критерием послужили голоса жителей. Чем больше людей проголосовало на общем собрании, тем больше баллов набрала заявка. На ваше рассмотрение выносятся те объекты, которые набрали большинство возможных баллов по участию в этих заявках. То есть мы их предлагаем в первоочередном порядке. Естественно, если у нас будет в дальнейшем экономия по конкурсам какая-то, возможно, при размещении навсегда, мы повторно будем собираться комиссией и из оставшихся объектов передвигать. Возможно, потом больше будет участвовать. Программа по благоустройству действует третий год, и количество желающих попасть в нее увеличивается. В этом году на участие в программе поступило 234 заявки. Особую активность проявили жители Артема Гресса. В итоге победителями стали 34 дворовые территории. Так как у нас заявки были со всех территорий округа, из сел, из территориальных управлений, и поэтому, чтобы не ущемить кого-то, мы первым решением на общественной комиссии приняли решение, чтобы определить победителей в каждом территориальном образовании города. То есть это Угловка, Суражевка, Кневичи и так далее. После этого по каждому территориальному объединению мы уже определяли победителей. Победителями у нас также являются дворовые территории, где будут асфальтирования проводиться, и территории, где будут устанавливаться детские и спортивные площадки. И самое главное, что в этом году у нас по порядку мы принимали заявки на установку детских и спортивных площадок в частных секторах. То есть жители активно подавали заявки. У нас поступило 22 заявки, победителями стало 9 заявок. И в этом году в районах частных секторов у нас будут поставлены 9 детских и спортивных площадок. Члены комиссии проголосовали по каждой территории. Кроме того, отдельным вопросом обсудили дом по адресу Кирова, 152. Это общежитие, все его знают, с ужасной дворовой территорией. По сумме баллов он у нас не является победителем. Но мы вынесли это отдельным вопросом, для того, чтобы поощрить инициативу жителей, которые сплотились, которые провели огромную работу, нашли всех собственников и приняли такое решение. Поэтому им повезло, и в этом году у них будет произведено наконец-то благоустройство двора. В каждом из 34 дворов проведут различные виды работ. В одних благоустроят территории. В других установят спортивные площадки. В-третьих детские игровые зоны. В этом году на реализацию программы предусмотрено 73 миллиона рублей из краевого и местного бюджетов. Начать работы планируется уже в мае. По окончании заседания оценку работы общественной комиссии Артема дала координатор Центра мониторинга программы по благоустройству регионального отделения Общероссийского народного фронта в Приморском крае Алла Калимагина. Она отметила, что самая тесная и активная деятельность между представителями всех уровней власти, общественности и населения ведется именно в Артемовском городском округе. Хочу отметить заседание комиссии в городе Артеме и по протоколам, и вживую, когда выпадает такая возможность поучаствовать, хотелось бы отметить именно слаженность работы общественников, администрации города, взаимосвязь с населением. Это чувствуется. Это по результатам проведения программы 2018 года, 2019 года, это видно. И поэтому хочется отметить действительно плодотворную работу общественной комиссии города Артема. Луиза Сысоева, Иван Петров, Даная Михайлова. Городские новости.